Старейшая улица столицы Варварка отмечает юбилей 580 лет. Москвичи смогли окунуться в атмосферу настоящего средневековья. Для этого пришлось спускаться под землю и наоборот забираться на самый верх. Что увидели посетители этих необычных экскурсий, расскажет Татьяна Матвеева. Впервые Варварка упоминается в документах 14 века под названием Всехсвятской. В честь церкви всех святых на куличках. Именно по этой улице въехал в город Дмитрий Донской, возвращавшийся с Куликовской битвы. За многие века улица сменила не одно название. Она была и Большой Покровкой, и Знаменской, и улицей Разина. Своё последнее название Варварка получила в честь церкви святой Варвары. В 16 веке храм отстроили по проекту итальянского архитектора Оливиза Нового. Но уже в 18 разобрали и возвели другой в стиле русского гласицизма. Лишь спустившись под землю можно увидеть уникальные фрагменты первой постройки. Мы можем видеть кусок свода, выходящий вот сюда вверх. Мы знаем, что Оливизовская постройка была лепестковой. Так глубоко, потому что здесь нарос культурный слой, с одной стороны. С другой стороны, это место, это склон. Склон к Москварике, его постоянно подсыпали с тем, чтобы укрепить грунты верхние. В день рождения Варварки москвичам открыли и другие тайны. Верхний храм Знаменского собора тоже распахнул свою железную дверь. Мы видим здесь замечательное такое пространство без внутренних опор, без столпов, перекрыто единым сводом с одной световой главы. На сводах окон элементы росписи 17 века. На восточной стене храма о более знакомом советском времени напоминает гобелин. В советские годы это здание было служило так называемым домом пропаганды Всероссийского общества охраны памятников. Здесь вот оно было таким вот живым. Здесь все время происходили какие-то лекции, концерты, выставки. Тихий, уютный дворик Знаменского собора, территория палат бояр Романовых. Они были вторые после царских по роскоши в 17 веке. Сегодня это воссозданная копия. Нижний этаж хозяйственный, второй этаж парадный и наверху терем деревянный. Деревянные терема не сохранились, они горели. Прогулку по Варварке можно сравнить с увлекательным путешествием по средневековой Москве. Удивительно, что этот древний уголок сохранился в самом центре мегаполиса. Татьяна Матвеева, Александр Боткин, Владимир Зернуров и Олег Добин. Вести Москва. Продолжение следует. Продолжение следует.